Дорогие соотечественники, я из публициста сейчас превратился в репортера. Мы находимся в новой студии доблестного и великого на всю республику телеканала КЧН-ТВ. Как видите, тут вокруг все красиво, все ново, все сверкает. Но персонажи у нас все те же, всем нам хорошо знакомые и по-своему любимые. У нас в гостях сегодня замечательный публицист, слово этого он не любит, поэтому я скажу, философ, политик, причем политик и философ Божьей милости. Юрий Рожко. Приветствую, Виктор. Ну, философов это много, наверное, но... Юрий, к старости мы все потихонечку становимся философами. Нет, меня кто-то в одной передаче недавно назвал политологом, я сказал, ну, все неудавшиеся политики или политики, вышедшие из игры, они становятся политологами. Так что, публицист это лучше, публицист это лучше. Я журналист. Так вот, о чем бы хотелось сегодня поговорить. Значит, ну, то ли погода сейчас осенняя, вот, начало октября, листья там падают, все такое. А народ в мире как-то такое впечатление, что те, кто теряет власть, истерят. Ну, естественно, что получается, одни там бомбами машут, там угрожают, бог знает кому, и непонятно с какой стати. Другие этим же самым угрожают импичментом, и вообще пошла мода угрожать президентом импичментами, и говорить, что... Да, и в принципе, это должность, мол, дескать, вот у нас есть парламент у всех странах, конституционные суды, верховные суды. Вот, они так могут, по-моему, Юрий, договориться до того, что, может, и парламенты вообще-то не нужны, да и вообще государство. С точки зрения консерватизма парламенты не нужны, и президенты нужны, нужна монархия. Вот, поэтому... И абсолютная власть, светлая монархия. Светлое будущее без монархии не мыслится. Поэтому у меня просьба к тебе. Значит, я внимательно отследил то интервью, которое ты взял у Игоря Николаевича, нашего президента. Мне показалось, что мало кто бы справился, кроме тебя, с этой очень сложной задачей, потому что, чтобы задавать вопросы, те, которые ты задавал, вот, это надо хорошо понимать изнутри, всю изнанку. Кроме того, хорошо понимать и то, что делается снаружи, то есть то, что делается во всем мире. Не кажется ли тебе, что вот этот кризис, вот этого монополярного мира привел к тому, что элиты и в Соединенных Штатах, и в Союзе начинают истерить? А когда элиты начинают терять влияние и истерить, то это, безусловно, сказывается и на нас. Вот как ты увязываешь эти тренды мировые? Вот это падение, скажем, я бы так сказал, безусловного, абсолютного владычества долларов. Это то, что экономика... Да, это самое значимое международное событие, я думаю так. То, что экономика обесточивается, то есть деньги идут спекулятивно, весь сектор, и почти ничего на создание рабочих мест и так далее. Вот попробую вяжи вот эти три, международная ситуация, твое интервью с президентом, и третье, то, что творится у нас. Ну, во-первых, я очень благодарен тебе за это приглашение. Что касается международного расклада, получается такая штука. Все знают, что в момент падения Советского Союза, исчезновения этой геополитической глыбы, остался такой, свое родное, геополитический вакуум. И Соединенные Штаты рванули вперед, оккупировали Россию, уже постсоветскую Россию, с точки зрения политической, экономической, медийной, даже культурной, если говорить о массовой культуре. Теперь, с приходом Путина, все знают, что Россия начала подниматься и стала почти независимым международным игроком. Почему почти? Потому что с экономической и финансовой точки зрения она еще сильно зависит от доллара, от США и так далее. Но, что хотелось бы сказать, американская империя очень специфическая и мне очень импонирует то, что говорит мой хороший друг профессор Эрвей Жювен, французский автор, который вновь будет в Молдове скоро. Он всегда подчеркивает, не нужно путать Соединенные Штаты Америки и клеймить это государством. Нужно понимать, что есть глобальные элиты, которые базируются в Соединенных Штатах по большей части, и есть американские народы. Он очень хорошо говорит, что это все равно, что путать российский народ с коммунистической властью. Затем разные вещи, или русский народ. Теперь, что происходит? Эта империя не хочет сдаваться, она не хочет признавать тот факт, что появились значимые геополитические игроки, которые отстаивают свою независимость, свою самобытность, свою культуру, свое место в мире, свое желание жить по правилам, которые исходят из традиций и так далее. И эти нервные реакции сказываются на международном положении. Я вот просто процитирую другого моего хорошего друга, есть такой известный публицист и писатель Жан-Мишель Верноше, просто если говорить о том, что происходит сейчас в Лос-Анджелесе, у него очень значимая книга, называется «Ле фианс де ла морд», это значит «Венчанной смертью», скажем так. Он очень интересно исследует все террористические акты последних лет и видит в них определенную логику. А логика очень проста, это логика управляемого хаоса, с точки зрения физической это не может быть, с точки зрения политической может. В какой-то мере... В политике может быть все. То есть, когда у столь мощного игрока, как Соединенные Штаты, не хватает рычагов финансового характера, политического характера, военного характера, глобалисты прибегают к терроризму. Кстати, про теракт в Лос-Анджелесе я вчера прочитал в антисистемной прессе Америки и в российских некоторых СМИ, что допускается версия, что этот теракт был организован с помощью Сороса и секретных служб, для того, чтобы подорвать авторитет Трампа и каким-то образом его свалить. То есть, впервые в истории Соединенных Штатов последних хотя бы десятилетий мы находимся в очень интересной ситуации, когда глобальная элита пытается скинуть своего президента. Так что, что там Республика Молдова, что у Игоря Додона есть там враги, желающие его скинуть с должности. Вон Трамп и то или держится в своем кресле. Да, пахнет все время импичментом. Да, и мне кажется, что самое значимое на нашем континенте явление, это прорыв антисистемных политических сил в Западной Европе. Это очень интересное событие. Я только напомню о том, что Марин Ле Пен чуть не стала президентом Франции. Потом, что там произошло с ее партией, с ее партией другой разговор. Насколько это правильная идеология. Обвалили ее. Но сейчас Германия посмотрит. Смотрите, как интересно. Я говорил с моими немецкими друзьями еще за год до выборов. Юра, ну 13-15. Говорит, никто не верит, но мы чувствуем, что будет 13-15. Это в основном люди, которые вышли из христианского демократического союза Ангела Меркель. То есть это не какие-то оторванные... Это очень интересное явление, потому что эта партия впервые участвует в парламентских выборах и набирает треть. Она становится третьей силой. 13, извините, но третьей силой. Кстати, у них довольно разумная логика. Очень интересно. И теперь, я сейчас приезжал ко мне один друг из Германии и говорю, ну как там, Норберт, у вас ситуация? А он христиан-демократ. Говорит, ну Меркель, конечно, допускает очень много ошибок, но не самая большая проблема. То, что она должна сделать союз с зелеными. А зеленые это, скажем так, снаружи зеленые, внутри красные. Но красные теперь на Западе означает гендер-адженда, означает однополые браки, ювенальная юстиция и так далее. Больше нечем заниматься. Ей будет очень неудобно толкать эту антитрадиционную, антисемейную повестку дня, потому что автоматически будет расти популярность, так называемая, альтернатива для Германии. Мне кажется, это очень значимое явление и основные игроки, основные страны Евросоюза ориентируются на ресуверенизацию. Это очень важное явление. Вот мы с Игорем Додоном, с президентом говорили в моей передаче о том, что насколько актуально желание части политических элит Республики Молдова рвануть в Евросоюз. Конечно, Республика Молдова никогда не станет членом Евросоюза. Но вот эта проевропейская риторика и даже про брюссельская риторика, она никак не увязывается с тем, что основные страны, которые создали Евросоюз, уже хотят из него выйти или реформатировать таким образом, чтобы ничего не осталось от нынешней надстройки, которая засела в Брюсселе, скажем так. А тебе не кажется случайно, что вот вся эта наша риторика, она связана с другим? С желанием понравиться брюссельским хозяевам, скажем так. Хотя хозяин вот здесь у нас не в Брюсселе хозяйничать, мы знаем кто. То есть у меня такое впечатление... Брюсселе, скажем так, смотрящие от Вашингтона. Совершенно верно. Понравится смотрящим, да, приглядывающим. Есть еще один момент. А у них-то и других лозунгов нет, кроме этого затертого. Согласен, но вы знаете... Что они могут предложить взамен? Я не слышал новых мыслей. Но вы знаете, с другой стороны, если мы посмотрим на последние президентские выборы... Ты вспомнишь, как попугай на плече? Это так. Все одно, шарманка. Это так. И интересно, что вот кандидатом основным оказалась Майя Санду. Я лично ее не знаю, никакого особого мнения о ней нет. Но не имело значения вообще, кто был бы кандидатом. Мог бы быть Андрей Настасий, мог бы быть, я не знаю, табуретка, условно говоря. Результат был бы примерно тот же. Потому что за этих людей голосуют из-за навязчивой идеи евроинтеграции. А не из-за того, насколько этот персонаж симпатичен или нет. Так что раздвоенное общество у нас остается. Мне импонирует тот факт, что Игорь Дадон пытается содействовать геополитическому уравновешиванию нашей страны. Равноудаленности нашей страны. У нашей страны есть интересы и в России, и в Европе. То есть, он сторонник баланса. То есть, нейтралитет основной аргумент для равноудаленности в международных конфликтах. Это очень сложно лавировать между этими конфликтами, но Молдова должна пытаться. Что касается вот этого всплеска, который еще держится проевропейской мечты. Но это мне напоминает конец СССР. Когда все люди продолжали верить в светлое будущее коммунистическое в СССР, незыблемое Советского Союза, а он уже рушился. Теперь происходит то же самое. Знаете, вот помнишь, когда-то мы с тобой еще, я помню, несколько лет тому назад говорили о том, что Евросоюз все больше и больше начинает напоминать почивший в Базе Советский Союз. Да. И сейчас, я заметил в последнее время, об этом стали уже говорить и на Западе, и в самой Европе. Как ты думаешь, в чем вот это сходство, оно случайно или нет? Ну, не случайно, потому что я считаю, что исторические, идеологические, интеллектуальные корни коммунизма и либерализма комплементарны. Они диаметрально противоположны, и не то, что я считаю. Так оно и есть. Одна из основных причин всплеска патриотизма в Западной Европе сегодняшней, она напоминает мне конец СССР, как сказала одна дама-академика из Франции, когда писала о советском крушении, она говорит, назвала это «триумф наций». Да, там американцы этому содействовали как-то, но тот факт, что в Советском Союзе во многом игнорировалась самобытность народов, составляющих СССР, как только СССР начал шататься, произошел всплеск национального возрождения, даже с перекосами на другой вопрос. Теперь, после полувека попыток создать вот такой Евросоюз, попытки убедить француза, что он не француз или не имеет значения, французу он нет или нет, что он не имеет значения, ты немец или нет. И немец, что он не должен есть сосисок, потому что это кому-то не нравится. Более того, неважно, ты христианин или ты мусульманин. Вот интересно, что секулярная Западная Европа начинает возрождаться с точки зрения национального сознания, апеллируя к католическим корням. Мне очень интересно наблюдать, как авторы и известные мыслители, даже экономисты, не только философы, писатели и так далее, скажем, гуманитарии, говорят, ребята, а у нас ничего не получится, если мы не вернемся к нашим историческим религиозным корням. Невозможно вновь отвоевать свою самобытность без апелляции к религиозной традиции. Даже если это люди, которые не практикуют, скажем, не являются активными практикантами своей религии, но они понимают, что глобальный, секулярный, многополярный мир ущербен с точки зрения духовной, культурной, экономической и политической независимости. Каждой из составляющих наций нынешний Евросоюз. Поэтому Евросоюз интересно, что даже те, которые являются ставленниками или которые являются смотрящими со стороны Вашингтона, всегда пытаются как-то втихую от хозяина протолкнуть идею того, что Евросоюз должен стать независимой с точки зрения геополитической, военной и даже игроком международного сообщества. По отношению со всеми другими субъектами международного права. Очень интересная вещь, потому что даже идея создания общей армии очень важна, потому что Европа, и мы как часть Европы, не может быть достаточно весомой в мировой игре. Надо сказать, что НАТО, как чисто североатлантическая американская конструкция, уже перестала пользоваться популярностью в самой Европе. Абсолютно. И это мы говорим о интеллектуалах Евросоюза. Конечно. Очень интересно наблюдать, мы уже как-то в одной передаче говорили об этом, что истинные левые и истинные правые, это могут быть неомарксисты, это могут быть социалисты, это могут быть другие партии левого, только за исключением зеленых или дежурных социал-демократов. И правые консервативные мыслители, политические течения партии являются комплементарными с точки зрения критики доминирующей системы. То есть комплементарные в смысле взаимодополняющие, не контрарные, а как раз взаимодополняющие. Это очень важно, и это естественно, потому что перед лицом общей опасности происходит нормальное ощущение чувства самосохранения, коллективного самосохранения. Это начинает сближать полюса. Иногда это не выливается, даже чаще всего, к моему сожалению, не выливается в политические союзы, в электоральные союзы, в постэлекторальные союзы. Пока и левые, традиционно левые, истинные левые, скажем, и правые консерваторы побаиваются сближения из-за того, что потеряют свой электорат. Но между собой они шепчутся, между собой они говорят, они публикуют статьи друг друга на своих сайтах, на своих газетах. Они цитируют друг друга. Вот не только мы, а и наши традиционные оппоненты высказывают. Очень интересно, и поэтому, возвращаясь к моей беседе с президентом Дадоном, я его спросил. Господин президент, вы вышли, являлись долгое время лидером социал-демократической партии. Это левое движение и так далее. Не считаете ли вы, что в качестве президента нужно сделать все для того, чтобы патриотическая волна смогла объединить как правых консерваторов, пусть это будут неосознанных консерваторов, традиционалистов, людей, которые ощущают чувство патриотизма и привязанность к своей родине, республике Молдова. Они связаны с корням? Конечно. Они должны вылиться не обязательно в общий политический союз, проект и так далее, но в минимальную платформу, в которую можно вписать основные элементы национального интереса республики Молдова, к которым относились бы с одинаковой приверженностью, как левые, так и правые. Исключаем из этого возможного проекта, это тема для обсуждения, тема для дальнейшей работы нашего президента. Но не только. Мы как интеллектуалы должны думать о том, а что будет после того, как либерализм развалится полностью. Он разваливается. Его формула сегодняшняя неолиберализма, радикального финансового капитализма, трансгуманизма. Мы будем обратить внимание, что если смотреть глубоко в сущность процессов, так он сам батенька себя разваливает. Все, что он делает, работает против него сейчас. Понимаешь? Обычно принято так. Вот там какая-то Россия, какой-то Китай, там другие какие-то силы, там контры, шмонтры и так далее. А ведь если хорошо посмотреть, ведь именно этот беспредел порождает вот этот закон бумеранга. Когда ты становишься борзым, ни с кем не считаешься, ни с какими интересами, ни с корнями, ни с чем абсолютно, то ты тем самым готовишь себе могилу, готовишь себе яму. И вот когда начинают вязнуть в этом болоте, в этой яме самими же подготовленными, почему? Что такое подорвать корни? Подорвать корни – это все равно, помнишь, как тот герой сидел на ветке и пилил ту ветку, на которой он сидит. Вот не кажется ли тебе, что вот это, как когда-то некий очень умный грузин, Джугашвили Иосиф, как-то сказал, «Головокружение от успехов, товарищи». Так оно есть. Вот как ты видишь, как у нас это все рефлектируется, как у нас, мы же не оторваны от всего мира, я вижу, как у нас это все даже в несколько увеличенном происходит. Что, Юра, с нашими интеллектуалами? Что с нашими умниками всеми? Что с нашими… Они разные, ну… Что с ними происходит? Они, как тебе кажется, вот это кучкование на левых, правых и так далее, вот эта потеря диалога между теми, кто претендует быть вот такими интеллектуалами, учителями наций. Что происходит здесь, Юра? Ну, во-первых, происходит отсутствие понимания того, что происходит в мире. Им кажется, что они понимают. Они читают доминирующую мировую печать. Они смотрят CNN, они смотрят BBC. Я даже заметил, что не буду сейчас цитировать имя одного из известных политологов, хорошо говорящего по-английски. Ты мне объяснил, что такое политолог. Да-да-да. Он перед передачами, которые касаются международной ситуации, быстренько залазит в интернет и смотрит, а что там доминирующие СМИ. А что известие и правда пишут. Какой дискус? Я вспомнил по этому поводу старый советский анекдот, когда один коммунист на собрании заснул, и его спрашивают, товарищ Иванов, а ваше мнение по этому поводу? Он так, а я согласен с позицией сегодняшней передовицы газеты «Правда». Происходит то же самое. То же самое. То есть, присмыкающиеся идеологи, которые, как попугая, повторяют либеральный дискурс и доминирующий дискурс Соединенных Штатов. Это очень печально. С одной стороны, не обязательно речь идет о лицемерии, о отсутствии глубокомыслия, знаний, критического подхода. И вообще, посредственные люди не всегда способны превзойти самого себя, отказаться от иллюзий, предубеждений, предрассудков того, что тебе казалось вчера незыбленной правдой, истиной и так далее. Это очень сложно. И я говорю опять, что это мне напоминает конец СССР. Я вспомнил сейчас летом 90-го года, мы организовали большой съезд. Многие на съезде были членами партии тогда в Народном фронте. И завязалась идеологическая полемика. Я помню, как нас клеймили серьезные интеллектуалы тогдашнего, скажем, истеблишмента, профессора университета. Вы что, как это без коммунистической идеи? Куда мы? Никуда. И так далее. То есть, жесткая была беседа, хотя в то время, я должен признать, и я, и многие мои друзья, мы были жертвами либеральной парадигмы. У нас не было другого идеологического подхода для того, чтобы отрицать коммунизм. То есть, получалось так, вы знали, что вы отрицаете, но вы не очень понимали, под какие знамена надо остановиться. И пошли туда, что... Конечно. Ну что, запады хотим... Враг моего врага мне друг. Вот формула сработала. Альтернатива другой. Я вспомнил, как профессор Дугин в одной из своей книги сказал, это очень серьезная и интересная работа, называется «Конец экономики». Очень интересная работа. И он говорит про Россию в начале 90-х годов примерно так. Самое страшное интеллектуальное преступление, которое совершили мы, русские интеллектуалы, это то, что между коммунизмом и лимитерализмом мы не нащупывали третьего пути. Третьего пути с точки зрения... Мир казался черно-белым. Да. Это было очень просто. Может, это не преступление, может, это наивность той генерации людей, интеллектуалов, политиков, которые не видели другого выхода, как стать частью глобального Запада. И вот теперь мне очень импонирует лексика, которую применяют западноевропейские мыслители. Они говорят «Мы и Европа». «Мы – Франция и Европа», имея в виду Евросоюз, надстройку бюрократическую. Самое интересное, что «Союз и» в данном случае является не соединительным, а разделительным. «Мы – Европа». То есть, мухи отдельно, котлеты отдельно. Это очень важно понять. И смотри, что происходит. Если говорить о сепаратизме сейчас в Западной Европе, мне кажется, и то, что я вычитал в последнее время, очень похоже на правду, когда европейские нации пытаются избавиться от американского доминирования, выйти из НАТО, выйти из ЕС, отказаться частично хотя бы от свободной торговли. То есть, условно это будет свободная торговля, но на мой рынок заходит только тот товар и тот финансовый продукт, который мне нужен. Слышь, она свободна, но для сильного. Ну да. Происходит искусственная стимуляция региональных сепаратизмов. Вот сейчас, что произошло в Испании, там тоже наши… Здесь страна Басков на очереди, эти ребята ничего не забыли. Почти все страны Евросоюза, они не являются мононациональными странами. Есть свои там исторические обиды и так далее. И это мне напоминает в каком-то смысле опять конец СССР. Потому что нужно признать, что все национально-освободительные движения, все вот национальное возрождение в период перестройки, да, это были наши искренние желания, чувства и так далее, но нас же стимулировали. Я не имею в виду финансово. Я, например, выступал каждый вечер по свободной Европе. Когда не свободная Европа, Би-Би-Си или Голос Америки. То есть тогда Запад помог развалу СССР. Мне теперь кажется, что американские глобалисты, которые придумали и курируют Евросоюз, теперь понимают, что если Евросоюз реформатируется, переформатируется и станет союзом суверенных государств… Так его надо рушить сейчас. Для того, чтобы это не произошло, нужно расчленить основных игроков этого союза. Помнишь старый лозунг? Придумать внутренние конфликты. Помнишь? Би-ви-ди от импера. Разделяй и властвуй. Это со времен… Мы можем говорить, очень интересно, что происходит в Италии. К сожалению, Лига Севера, очень уважаемые мною политики и очень хорошая у них платформа. Но у них… Они даже не признают юга. Они открыто выступают за независимость своего региона. Да, и плевать они хотели на объединенную единую Италию. То есть процессы очень опасные. И что еще хотел сказать в этой связи, вот этой волне, которая мне очень близка. Все западноевропейские мыслители, авторы, политические течения, которые являются антисистемными, а по определению «система» это значит глобальное доминирование США, являются сторонниками дружбы с Россией. Очень интересная вещь. Это, знаешь, как лакмусовая бумажка, некие критерии. И сразу видно. Я вспомнил Джордж Фридман в прошлом году, и даже его где-то цитировал. Джордж Фридман где-то выступал в одном университете, ну известный, Стратфор и так далее, известный геополитик. Говорится, что это какая-то неофициальная ЦРУ даже, да? Его точка зрения является очень важной. Он выступал и открыто говорил, ну ребята, а кто не знает, что сначала англичане, теперь мы делаем все возможное, чтобы Германия и Россия не сблизились, потому что германская технология и деньги, русские ресурсы и рынок, конец нашему доминированию. Это бинарный газ такой. Нам нужно сделать все возможное, чтобы никогда. Почему они называют Германию? Потому что Германия основной игрок на западной части нашего континента. Можем говорить и о том, что... Мне тоже интересно, очень импонирует эта идея, которая является одной из основных в геополитике 20-го, да и нынешнего века, скажем, неуэбразийцы на этом тоже стоят. Конфликт между морем и сушей. Вот и Россия, и Германия являются континентальными государствами. Грубо говоря, сухопутными державами, тогда как англосаксы, являются морскими, да. Талаза-картия, да. Талаза-картия, да. Когда это была Испания, но... Это очень интересно с точки зрения цивилизационной психологии. Они коммерсанты, а мы нет. Они люди, зацикленные на технологиях, на движении, на скорости, а мы континентальные народы являемся созерцательными народами. У нас мироощущение вертикальное, у них горизонтальное. Для них комфорт, гедонизм, консюмеризм или потребительство, вещизм, как говорили советские времена, это все. Ну да. И они измеряют параметры общества. Сегодня Республика Молдова находится... По уровню счастья, скажем так. Да, да, да. Насколько это общество успешное. Знаешь, что на Кубе один из самых высоких показателей? Вот они какие-нибудь ниши, казалось бы, какие-нибудь бедолаги, но почему-то вот все исследователи серьезные, которые массовая психология, психология этносов, наций, все говорят, вот на Кубе, вот какая она, казалось бы, не шалтай-болтай, один из самых высоких показателей счастья. Кстати, в Молдове, при всей нашей этой беде, у нас оказывается, вот я просто был поражен, тоже один из самых высоких в мире, показателей счастья. Вот пойди на молдавскую свадьбу, вот у меня в Бутученах, там рядом, в этом пансионе Бутучен, или вилла-этника, играют свадьбы. И если бы ты видел радость этих людей, как будто нет проблем ни с долларом, ни с нашим миллиардом, ни с чем. Вот какая-то черта есть вот в нашем народе неистребимая. Вот хоть ты там, Это очень важно, очень хорошую вещь подчеркну, потому что мы все-таки руральная сельская цивилизация, и все основные циклы, вообще нет городской цивилизации, это антицивилизация, да. Все, что в городе хорошо, это идет из села, из наших древних корней. Да, кстати, мой друг Ливан Васадзе выступал тут в Кишиневе, известный грузинский интеллектуал. Он сказал так, что 20-й век был веком урбанизации, а 21-й должен стать веком деурбанизации, деконтрансрации населения. Но, что касается параметров успешности... И тем не менее термитники растут. Термитники, муравейники растут. Пока эта иллюзия не рухнет. Что касается уровня успешности в обществе, мы переняли автоматически через ООН, через другие международные организации эти параметры, которые всегда применяем в случае нашей страны. А ведь нужно другие параметры рассматривать. В первую очередь, демографический аспект. Сколько людей рождаются. Разводы. Когда мы говорим о среднем доходе, то мы должны думать о том, насколько государство может деконцентрировать капитал с тем, чтобы не делать уравниловку, а между самым богатым человеком и самым бедным республикой Молдова, чтобы не было астрономической разницы. А для этого нужны сильные государственные механизмы, которых пока у нас нет. Вот давайте условно скажем... А проблема миграции, вот и демографию. Это number one. Это показатель номер один. Страна, из которой бегут люди, в ней что-то неладное. Просто сейчас никто не хочет пока браться за эту тему, потому что это означает играть против правил в экономике и в международной политике. Молдова исчезнет, как страна населенная или густо населенная людьми. И мы останемся обслугой крупного международного капитала в течение 20 максимум лет, если нам не станет ясно, что мы должны рискнуть играть против правил. Против правил ВТО, против правил ООН. Это не значит, что мы будем там смертную казнь применять или там кого-то убивать. Нет. Или фронтировать. Нет, наоборот. Ребята, а мы... Надо вести свою линию. А мы... Как Яков Кедный говорил. Что я хочу говорить, слушать? Пусть они себе говорят, а вы делайте свое дело. Хотя бы так. Это очень важно понять, что в Республику Молдова втянули в международное сообщество, навязали конституцию, навязали государственные институты и правила игры в экономике и международные соглашения, из которых, если мы не будем понемножку выходить, выбираться, избирательно оставаться в определенных организациях, в определенных правилах, из других выходить. Кстати, пользуясь, что у них сейчас там яролаж, истерят, и разбираются, кто чего, это лучшее время для, как ты сказал, резуверенизации. Это очень важно. Потому что, чем им хреновее, прости меня, за непрофесское выражение, тем больше шансов выйти из вот этого прессинга, в который мы сами же себя изогнали. Я позволю себе еще раз напомнить о том, что я просто использую очень много работ, начиная от Фридриха Листа, известного основателя протекционизма немца 19 века. Мы должны понять, что политическая независимость Республики Молдова напрямую связана с ее экономической независимостью. Пока мы будем говорить о том, что есть свобода передвижения товаров, людей, денег, услуг во все стороны, мы проигравшая страна. Давай посмотрим, кто из наших политиков реально движется в сторону вот этого именно экономического прогрессирования. Реально. Но я скажу тебе честно, Игорь Листа Донова, я пока ни одного из... Я специально его спровоцировал на нашей беседе. Что он сказал? Я говорю, ну, господин президент, вы же понимаете, когда мы говорили в контексте солидаризирования нашего общества, идентифицирования правильных основных постулатов, позиций, которые смогли бы являться частью национальной платформы, идеологии и так далее. Даже государственная идеология, даже если она запрещена, мы можем пока конституция так, мы не будем называть ее так, но мне кажется, что Додон правильно акцентирует свое внимание, он же профессиональный экономист, ему виднее почему, потому что он прагматично этим занимался в качестве министра экономики. Я думаю, что он лучше нас прочувствовал, что такое вляпаться в такого рода международное сообщество, когда ты должен конкурировать с Германией, например, или с Турцией. Это как? Это как мои помидоры будут с турецкими конкурировать, это как мои технологии будут конкурировать с немецкими, это невозможно. Значит, и мне очень не панирует тот факт, что он подчеркнул необходимость основываться на экономическом суверенитете. Он не назвал это экономическим национализмом, хотя и этот термин определяется даже в Соединенных Штатах. Оттуда он, кстати, произошел? Конечно. Экономический протекционизм, экономический суверенитет. И я специально его дальше начал добывать у него ответы, раскручивая. Хорошо, хорошо, господин президент, сегодня, на сегодняшний день правила игры установлены нашим внутренним законодательством и международными соглашениями говорят, что мой производитель молдавский и зарубежный производитель являются равнозначными с точки зрения юридической. Он говорит, да, это так, а мы должны стремиться к тому, чтобы мой был привилегирован. И это нормально, это как в семье, если это мой ребенок, то я за него отвечаю. Если мой будет привилегированным, тогда будут рабочие места и люди... Абсолютно так. Я почему подорвался, вот ты слово сказал, демографический, потому что, в конце концов, что такое государство? Это улей, это дом, в котором живут пчелы. Улей, который покидают пчелы, умирает. Ну, поэтому, понимаешь, если там идет пушение, раение, вылетают, там, цветов собирают, мед там, плодят, и все, улей живет. Иначе, это скорлупа, это смерть. согласен, мы можем говорить о правителе. А нам говорят, как раз обратное. Нам-то что говорят? Ребята, вот есть международные правила, все звери равны. Правильно? Некоторые, правда, ровнее. И что в результате? Если ты открываешь шлюзы, не защищаешь свой улей, туда налетят осы, тараканы, все, и сожрут всех. И посмотрите, Трамп, что сейчас делает? Он же фактически занимается чистейшей воды протекциоанизм. Да, да. За это воевой дрючер. Поэтому и хотят Джордж Сорош и вся эта команда, это другое тема. Мы как-то с Богданом Сырди говорили на эту тему в одной из моих передач. Но Богдан вообще специалист в этом деле. Как работают НПО? Вот это не военная оккупация. Республики Молдова. Кстати, недавно я нарыл интересную книгу на французском языке. Называется «Черная книга НПО». Ничего себе! Как работает сеть влияния НПО? Такие безобидные. Начнем с того, что это такое неправительственное теоретическое. Как это влияет на публичную повестку дня, как это влияет на политику, как это влияет на результаты выборов, как это влияет на искажение цивилизационных корней, как это влияет на семью, как это влияет на сохранение национальной самообыстности. Очень интересно и нам об этом подумать. Но возвращаясь к тому, что я надеюсь, что у нас произойдет, я побаиваюсь, что у нас другого пути не будет. Даже если президент будет стремиться убедить все граждане, будет показывать все это на цифрах, что можно так, ребята, равноудаленность, что нужен протекционизм, его будут и далее клевать и критиковать до того момента, пока где-то это не треснет в другом месте. Ты же помнишь, что Республика Молдова одна из последних объявила о своей независимости. Аж 27 августа. Ну, не в обиду будет сказано тогдашним депутатам, можно было и пораньше на недельку. А теперь такой вопрос, Юр, учитывая, что передача у нас как бы подходит к концу, давай вот из того его интервью, вот я внимательно его посмотрел, и твои вопросы, и ответы президента. У меня сложилось вот такое положение, что вот это явное неуважение к президенту со стороны определенных персоналей и определенных даже властных структур, значит, говорит о том, что ребята заигрались, что когда наступит Майдан, не будет президента, который будет гарантом безопасности, и тогда эти ребята полетят к чертовой матери. И как ты считаешь, вот это вообще такая тенденция меняет, да че там президент, да вот есть парламент, мы тут все пусть и пусть, пожалуйста, вот я еще раз говорю, вот этот пир во время чумы, вот эти все распроцовки, все вот это вот, все эти, как говорят, понты, все вот это на таком, я говорю, специально на им понятном языке, ведь пир во время чумы, это о чем говорит, что ребята заигрываются, нам надо вернуть уважение ко всем ветвям власти, прежде всего к власти президента, иначе когда ахнет и жахнет, тогда никому мало не покажется, и тем, кто этим сейчас занимается, в первую очередь, как ты думаешь? с одной стороны, глава государства, это по конституции глава политической системы республики Молдова, с другой стороны, значимость президента, она основывается на его моральном авторитете, в первую очередь, и тот факт, что Игорь Дадон держится в рейтингах далеко среди первых, это очень интересно, и это очень важно, значит, в основном он делает правые вещи, хотя мне недавно одна молодая журналистка спрашивала, как вы смотрите на то, что делает господин Дадон, я сказал, что он молодой человек еще, с точки зрения политической, хотя уже зрелый, и что у него есть все шансы стать очень значимой политической фигурой в истории республики Молдова, и он начинает это делать, что касается того, что его, а их нельзя убедить, чтобы уважать президента, их нельзя убедить, они его отрицают по двум причинам, есть просто чистая, тупая человеческая запись, а почему он президент, а не я, я же тоже хотел стать, ну как это, елки-палки, я же лучший, смотрит на себя это просто дурацкая человеческая зависть, да, посредственность политической вот этой всем мерзавцы, которые ничего не знают, и не знают, что ничего не знают, с одной стороны, с другой стороны, ну что, инстинкт самосохранения банды, который контролирует сегодня парламентское большинство и правительство, они же понимают, что если происходит нормальная демократическая смена власти, то они теряют деньги, они теряют не только деньги, возможно, кто-то из них потеряет и свободу, как случилось с Филатом, поэтому отрицание президента будет продолжаться и, как говорится, борьба прошла в открытую и схватка может быть закончится каким-то образом на следующих парламентских выборах. Ну что, наша передача подошла к концу и на этом оптимистическом, так сказать, я почему говорю, оптимистическая трагедия, помнишь? Я думаю, что наши телезрители в очередной раз тебя послушали, вот, и я завершаю эту программу, очень благодарен тебе за то, что пришел на наши передачи, и скажу следующее, дорогие соотечественники, Юрий Рожко человек, которого нужно очень внимательно слушать. За некоторыми его такими формулировками, ну, я бы сказал, так, высокого штиля, высокого стиля, значит, стоят очень большие проблемы, которые истекают из его большого реального политического и государственнического опыта, вот, слушать его всегда надо очень-очень внимательно, значит, во-вторых, я что бы сказал, он неуемный труженик, одно время он исчез с экранов, сейчас он подготовил к изданию и будет ланс очередной книги с его участием, вот, пожелаем ему успехов, а то, что касается нас и того, что с нами происходит, скажу следующего, следующее, никогда не раскачивайте лодку, в которой вы сидите, никогда не пилите сук, на котором вы сидите, никогда не думайте, что чванство, вот это неуважение друг к другу, кому-то принесут дивиденды, рано или поздно такое неумное, неразумное, не следующее традициям наших предков поведение всегда закончится провалом, мы это уже видели не один раз, призываем всех наших сограждан, всех моих любимых соотечественников к диалогу, диалог единственное цивилизационное средство достичь согласия. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Спасибо.